здравствуйте друзья у нас сегодня необычный день такой день бывает только раз в году как день рождения но это день такой как бы для всех праздничный у нас сегодня 8 марта и я вот предстал перед вами таким солнечным американским зайчиком вот поздравляю женщин давайте я перевернул на ту сторону чтобы нам не слепилась туда в глаза вот я успел показать солнечного американского зайчика я хочу поздравить женскую половину нашего канала и и те кто не смотрит наш канал тоже с замечательным праздником он имеет я думаю так разные что ли осмысление в разных странах в разных культурах вот в европе там например него здорово отмечают в сша практически не отмечают хотя вот сейчас я с утречка сегодня видел там публикацию не помню уже на каком сайте что вот надо бы нам в америке тоже вот такой праздник речь шла политическом характере то есть вы наверное знаете что исторически это был праздник такой ну я бы не назвал его коммунистическим но таким социал-демократическим он был а потом уже он был так когда социал-демократия поделилась на тех и на этих вот он уже стал таким социал-демократическим и коммунистическим но вот при всем при том что мы жили в советском союзе то есть стране очень идеологизированный и может быть даже там начальство сверху пыталась какую-то идеологию в этот праздник воткнуть я затрудняюсь сказать не помню уже но воспринимался он абсолютно в таком я бы сказал семейном ключе то есть я думаю что аналогом вот советского 8 марта в сша был бы например вот это mother's day да то есть когда ну как бы женщинам девочкам маму бабушкам и так далее сестрам на работе там так далее когда им вот высказывают ну как бы добрые хорошие чувства и говорят что вы у нас единственные вы у нас самые лучшие мы вас любим там и так далее вот это вот это тот смысл который был в советском празднике 8 марта там еще была такая мулька и все им повторяли надо чтобы у женщины каждый день в году был 8 марта а то вот так один день понимаю что-то поздравляют а потом опять за свое вот ну во всяком случае неплохо что хоть один день есть правда вот поэтому мы с вами абсолютно далеки согласно этой традиции от политизированности 8 марта для нас это праздник наших мам наших сестер наших супруг деток там у кого девочки есть а я вообще весь в девочках царете у меня вот и и жена и дочь и две внучки то есть я такой кошка счастливый человек девчонки это вообще такое ну как сказать счастье большое когда у меня родилась дочь а было мне тогда 22 года и я как-то недоумевал знаете я думал ну вот девочка думал я а что же я теперь с ней делать буду но вот футбол с ней играть не будешь правильно там допустим задачи по математике решать там тоже это наверное чересчур но вот что вот как как что я могу дать девочки пойти и вообще где тут все вот и только потом друзья только потом ты начинаешь понимать вообще вот и ты понимаешь что например можно там нарядное платье какой-нибудь вообще ну не только платье вообще девочку можно наряжать совершенно в любом возрасте вот и можно заплетать косички и можно делать бантики это вообще целый мир на самом деле совершенно потрясающий и я могу сказать что вот уже став дедушкой я замечаю ну стал обращать внимание да то что я может быть и раньше бы мог увидеть но не видел но я вот сейчас обращаю внимание что есть вот такое перекрестное такое тяготение то есть допустим если там внучки вот девочка тянется дедушки может быть даже больше чем бабушки или скажем там девочка тянется к папе например в каких-то ситуациях может быть там больше чем к маме и наоборот то есть я замечал как вот теперь девочка может папу выкрутить как я не знаю что потому он не может он не может сопротивляться он не может быть жестким строгим там и так далее но потому что девочка ну что такое вот и этого это очень интересное вот это взаимодействие и на разных возрастных плоскостях и вот так очень здорово очень интересно и ну хорошо есть у нас один день когда мы можем так сказать что вы вы не думаете мы мы круглый год и любим и ценим как бы может у нас других дел тоже много и мы отвлекаемся иногда но это вот как фактор такой он присутствует знаете вот я наблюдал неоднократно вот ребеночек там в манежике знаете маленькая ляточка в манеже там что-то гудит там что-то так и ползает там урчит но там а мама рядом где-то мама и вдруг мама раз другую комнату вышла и ляточка начинает сначала беспокоиться потом проявлять недовольство потом как заорет вот потому что мама должна быть рядом в поле зрения так вот я хочу сказать что и мужчины так тоже то есть вот когда все нормально так вроде как тебя и не заметили знаете вот там брать но должна рядом быть пойти когда рядом нет когда что-то случается вот тогда поднимается крик вопль и побежали искать там вообще и требует внимания еще при этом так что я хочу сказать что девочки значит это не то что вот они раз в году нет мы раз году нет мы круглый год мы мы все время на посту и может быть в выражениях мы так ярче там один раз в году а так вообще мы всегда вот на этом друзья я хочу закончить мое поздравление с 8 марта ну-ка это вроде тенечек сейчас я поверну снова на солнечного американского зайчика я думал что такое надо сделать сегодня все-таки праздник думаю одену такую вот яркую рубашечку других у меня средств нет вот как могу так вот начать с букетом сидеть не будешь тут за рулем вот и значит я еще раз официально от имени и по поручению поздравляю всех наших мам бабушек жен сестер детей девочек и так далее вот всех женщин которые в нашей жизни есть вот всех поздравляю с праздником счастливым а